Ребята, всем привет! Привет, канал! Сегодня я вам покажу, сколько стоит в Германии проехать на красный свет. Было в городе Любек, это наверху, северная Германия, возле моря. И я там, короче, проехал на красный свет. Это не хотя. Задумался, ехал, дождик моросил, холодно. Я просто ехал. И немножко отвлекся, и позже увидел уже, что желтый свет, и начал тормозить. И я уже понял, что уже не стормозить, я быстро дал газу. Но лучше бы не стормаживал, потому что здесь большой штраф. Чем больше миллисекунд ты проехал, чем позже ты проехал на красный свет, тем хуже для тебя. Чем ты раньше проедешь, тем лучше. Поэтому, когда скользко, и вы уже точно знаете, что вы все равно проедете на красный свет, то, например, я вам покажу. Вот если здесь граница, а здесь, например, стоит фотоаппарат, да? Вот. Если вы несетесь, вот вы едете и начинаете тормозить, да? Если вы медленно едете и пересекаете эту границу, и доезжаете до линии, которая фиксирует, что вы проехали, фотоаппарат начинает вас фотографировать. Вот. Чем медленнее вы едете, конечно, тем позже считается, что вы проехали, понимаете, да? Поэтому, если быстро проедете, тогда меньше, тогда не будет такой большой штраф. Вот. Поэтому лучше, если вы знаете уже, что вы точно не успеете тормозить, лучше на тапку и по газам. Вот. Сегодня я вам покажу. Вот. Вот. В таком конверте эта вся дребедень приходит. В желтом. Это желтый конверт. Это всегда, если у вас в почте лежит вот такой желтый конверт, то у вас трясутся руки, когда вы его открываете. Вот такая вот беда. Открываем. Здесь у меня три письма. Первое письмо. Это где меня сфотографировали. Вот фотография. Так, 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 так. Как сделать, чтобы видно было. Вот так. Ну вот. Вот это фотография моя. Вот. И номер, кстати, от машины, которую вы будете здесь видеть. Если есть там враги какие-то и хотят меня найти, то вы не найдете, потому что машину эту я уже продал и номер не существует. Возможно, уже кто-то другой ездит под этим номером. Вот. Такие вот дела. И вот мне пришло это письмо. Я немножко протянул время, и мне прислали предупреждение. Второе письмо уже с более качественным, более с качественной фотографией. Там было некачественно. Вот. Так, 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 так. Я тут все закрыл, что мне надо. В принципе, да, все закрыл. Вот. Прислали другое письмо. Ну, и я им ответил на это письмо, что да, это был я, потому что здесь на другой стороне... Опа! Не знаю, не знаю, или видно было, проверим. Так, 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 так. Сейчас я замажу, секундочку. Опа! Сейчас я закрою, чтобы не было видно, где я тут проживаю. А то не хочу светиться, ребятки. Ну его нафиг. Как говорится... Нет, не скажу, материться не буду. Вот. Вот такая вот фигня, короче. И здесь я написал, что да, это я был. Поставили везде галочки. Да, вот такие галочки ставятся везде. Что да, это я был, соглашаюсь. Вот. И потом присылают мне счет. Прислали мне вот такой счет, который я только что заплатил. Вот. И это стоит 118 евро и 50 центов. А здесь написано... Так, короче, это не штраф, а бусгельт бешайт. Ну, короче, пофиг, короче, это штраф. Вот. Уважаемый господин Команков, Вам было предъявлено 29 седьмого в 7.29 часа на такой-то дороге, такой-то этот, т-д-д-д-фрё... Такая-то машина. Вот такое вот вы, типа, преступление совершили, да. Вы не... 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 Вы проехали... Вы мисс Ахтед. Короче, вы... Не приняли во внимание красный свет, типа, вот так как-то, да. Я не могу вот расшифровывать конкретно дословно. Вот. Короче, вы проехали на красный свет, но здесь не написано, что вы проехали. Вы как бы не... Не зафиксирует... Блядь. Ну, хуй его знает, короче. Вот. Что вы на красный свет, короче, проехали. И... Короче, короче, короче. Вот. Рот лифт... Вот. После... После линии остановки прошло 0,45 секунд. 0,45 секунд. Вот. А вы проехали. Вот. Даже одну секунду позже не проехал. Это меньше, чем полсекунды я проехал. И вот. И вам вот предъявляют такой-то, такой-то штраф, короче, в таком-то количестве и так далее, по таким-то параграфам. И все такое вот подобное. Перешлите, пожалуйста, на эту конту. 118,50 евро. Короче, штраф конкретно. Конкретно штраф стоит 90 евро. А это гибюр. 25 евро. Что это за гибюры? Короче, хрен понять. Они всегда берут вот эти гибюры. Короче, это... Вот. Аусляган. Фервальтунг. Это, короче, что там... Типа письма писали. Еще что-то, да? И так далее. Хотя все происходит автоматически. Даже письмо автоматически. Но все равно они за все берут бабки. Так как... Блин, простыл немножко. У меня нос забитый. Так как все вот эти письма делает робот. И роботов тоже нужно оплачивать. Их программировать и так далее. Здесь даже написано. Это письмо было сделано... Короче, машинально. Машина, короче, сделала это письмо. И оно считается без росписи достоверным. Вот так. Примерно. Вот. И это стоит 118 евро 50 копеек. Это примерно, если вы хорошо зарабатываете, где-то дневной заработок. Да? Это целый день нужно отработать на работе, чтобы получить вот... И то, скажем, не все. Не все. Потому что некоторые, скажем, получают... Ну, по-разному. Ну, скажем, такой средний русский в Германии получает где-то полторы тысячи евро в месяц. Полторы тысячи разделите на 20 рабочих дней примерно или 21, да? Вот. И посмотрите, сколько в день он зарабатывает, да? Вот такая вот фигня. Он в день где-то примерно зарабатывает 60 евро. Вот. А тут 120. Вот. Примерно 2 дня работать. Нормально, если вы где-то на фирме устроены, там, вкалываете, как раб на галерах, да? Вам надо 2 дня отъебашить, чтобы заплатить вот этот вот красный свет, на который вы проехали. Для меня, например, эта сумма... Примерно я покупаю на эту сумму еду в месяц. Вот. Конечно, я думаю, немножко больше все-таки уходит, потому что я питаюсь не только с магазина. Я фастфуд там покупаю, например, там, Макдональдс могу заехать, пиццарию и так далее. Иногда выхожу там, я не знаю, там, с подругой куда-нибудь покушать там или еще где-нибудь куда-то поехать и так далее. И эти деньги все равно у меня больше уходят. Где-то евро 200-250. Вот такие вот дела, ребятки. Короче, заплатил. Жалко, очень жалко денег. Но, и понимаете, если бы я проехал на красный свет специально, это было бы одно. Но я ведь не специально проехал. Было мокрое и так далее. И вот немножко, просто вы на секунду, на две что-то задумались, куда-то посмотрели. И потом понимаете, что вам тормозить надо, а на улице дождь и мокро все. Вы начинаете тормозить, а оно как бы, ну, АБС там, типа, это самое, работает, а педаль дергается, а вы просто пролетаете. И вас фотографирует, и какой-то дядя на толстой машине с толстым животом и с толстым кошельком получает вот эти бабки. В город это явно все не уходит, поэтому это, конечно, все обдираловка. Все это обман, но все же, для того, чтобы люди не ездили на красный свет, вам приходится башлять. И неважно, миллионер вы, или самый бедный человек, или такой среднестатистический, как я, то, скажем, всем штраф одинаковый. Если вы даже, там, Михаэль Шумахер, блин, или вы сам Папа Римский, или же просто там у вас там дрычка какая-то старая, вы на ней катаетесь, да. Штраф всем одинаков. Конечно, несправедливо, да, потому что, там, например, богатым каким-то там, или миллионером, они, в принципе, катаются, как бы, как хотят, не переживают, им все насрать, они заплатили и поехали дальше, вот. А более, скажем, бедным людям, как бы, это очень бьет сильно по карману, и поэтому бедный должен аккуратнее ездить, чем богатый. Ну, скажем, 100 евро для меня в месяц, ну, что это для меня в месяц? Для меня в месяц это, это, ну, даже не знаю, что это, даже не знаю, как примерно объяснить, сколько это на, так, чтобы, например, так как видео я снимаю русским людям с России, и поэтому, как-то не знаю, с чем сопоставить, ну, 100 евро, 100 евро, это, 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 короче, это поехать на дискотеку, вот, на дискотеку поехать, с ребятами выпить, нормально посидеть, примерно 100 евро, да, вот. Если вы, конечно, не жадный, если вы, там, жмот конкретный, то 50 евро, то два раза поехать на дискотеку, да, вот, но, вот так вот, 50 евро, это, в принципе, нормально, да, на дискотеку сходить, или же это одна хорошая закупка еды, скажем, почти полная тележка закупаться, где, там, которая тележка, вот это примерно полная тележка будет 120 евро стоить у вас, да, закупиться, там, все-все-все, что вам надо, примерно на полмесяца, на одного человека, или на два человека, там, и так далее, да, вот, ну, вот так-то. Или же это где-то, это где-то 7% от вашей зарплаты, вот так. И это, скажем, немало, и так как в Германии люди как живут? Просто как пример, да, вот, у вас есть, например, вы зарабатываете 1000 евро, там у вас 100 евро на дом, или, там, на квартиру, 100 евро на машину, 100 евро на закупку, 100 евро на заправку, там, 100 евро на телефон, интернет, компьютер и так далее, да, ну, это и так, да, приблизительно, вот. Если у вас все раскидано, и у вас в месяц остается, там, скажем, там, 150-200 евро, которое вы можете просто так туда-сюда потратить, да, или, там, 300 евро остается, или что, да, то у вас уже не 300 евро остается, чтобы сходить, там, на дискотеку, там, к примеру, да, я так говорю, я на дискотеке не хожу уже 100 лет, вот, это вообще, это гадюшники для быдла, но иногда интересно посмотреть, как, там, молодежь бухая носится, девки молодые носятся, бухают, курят и так далее, вот. Вот, то это очень, как бы, заметно, что у вас больше, и просто, если представить, что вы можете на эти 100 евро просто, там, сделать кому-то офигенный подарок, или же пойти куда-нибудь вообще классно похавать, там, на 100 евро, или что, хотя я этого никогда не делаю, это для меня дорого, вот, или, там, я не знаю, ну, вообще, что-то приобрести, купить что-то офигенное, вот эта мышка, например, 100 евро стоит, я просто взял вот эту мышку, подарил кому-то, да, вот, вот такие вот дела, ну, все, ребятки, я думаю, заканчиваем на этом, вот такой дорогой штраф, вот так дорого проехать на красный свет, так что, аккуратней катайтесь, ребята, всем пока!